Полиция нашла педофила в пенсионном фонде. Он там не прятался, а работал. Сотрудники управления Ка обыскивают здание пенсионного фонда по юго-западному округу. И они ищут документы, которые могли бы изобличить предполагаемого преступника. Подробности скандала у Ильи Васюнина. Да, добрый день. Действительно, до сих пор непонятно, вот какого ранга чиновника подозревают в преступлении. Сначала была информация о том, что это высокопоставленный сотрудник фонда. Фонда теперь полиция это опровергает и говорят, что это рядовой служащий. Уже точно известно, что раскрыть деятельность предполагаемого сооружителя помогло расследованию в отношении другого подозреваемого в педофилии Леонида Куваева, дело которого поступило в суд в конце мая нынешнего года, известный педофил-спамер. Нынешний подозреваемый чиновник фонда действовал с двумя сообщниками. Один из них находил в интернете детей, с которым вступал в переписку. Если ребенок жаловался на отсутствие денег, тот предлагал ему подзаработать. И девочек там приводили на съемную квартиру, где была оборудована целая студия. Затем фотографии рассылали по интернету. Сейчас чиновник из пенсионного фонда заработал на три особняка в Подмосковье, две квартиры и три элитных иномарки. И имущество, правда, оформлено на родственников. Но сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье 240. Это вовлечение в занятие проституцией и незаконное распространение порнографических материалов. Илья, как он связан с Куваевым? Они что, вместе работали? Пока неизвестно, но, возможно, речь идет о том, что есть некая сеть. И мы видим какую-то, если не верхушку айсберга, то, по крайней мере, небольшую часть всех этих вещей, которые должны быть расследованы. Я переспрошу. Получается, что он собирал информацию о детях, зазывал их домой, фотографировал. И потом что происходило? Как он заработал? Он распространял эти фотографии, рекламировал, собственно, этих детей, которых отдавал, то, что называется, каким-то шантажом или каким-то предложениями заработать. Собственно, организовал проституцию, занятие проституцией с их участием. То есть это был целый большой бизнес? Да, да, безусловно. Но, судя по заработанным средствам и имуществу, это был какой-то серьезный бизнес. Непонятно, почему задержан только один человек. Ну, видимо, речь идет о скандале, потому что это все-таки пенсионный фонд, это как бы государственный служащий. Ну что ж, большое спасибо, Илья.